Часть третья. В этой части немножко поговорим об уже существующих сущностей нашей системы, то есть Application User, Application Roll, Logs, а также создадим две новых сущности, каталог и продукт, ну и настроим эти сущности для того, чтобы можно было к ним обращаться в базу данных, то есть создадим конфигурации для датабейс контекста. Люди с пытливым умом меня спрашивают, раз у нас есть Application User Application Roll, почему их не видно? Их не видно вот здесь. Здесь у меня есть только профили и логи. Отвечаю на вопрос. У меня есть наследник Application DB Context от наследника DB Context Base. Вот если нажать в 12 мы увидим, что он наследуется от Identity DB Context. Если мы нажмем глубже, посмотрим, что он наследуется от Division DB Context с определенными дженерических параллель. Так вот, роли находятся вот здесь. А если мы будем смотреть дальше и увидим Identity User Context, мы, собственно говоря, найдем тот самый, те самые юзеры, те самые логины, собственно говоря, то, о чем вы спрашивали. Почему users это users, потому что наш базовый класс, секундочку, вот этот вот, он как раз говорит, что у нас DB Context, который построен на Application User, используем на Application User, ролл и, собственно говоря, в качестве идентификатора используется иглы. Это что касается ответа на вопрос, где же пользователи и роли. А теперь, что касается сущности лог. Есть у нас такая сущность, которая работает по этому принципу. Что это такое? Ну, по большому счету, она делает для того, чтобы в сборке Log4Net, то есть в логировании, записывать ее в базу данных. Ну, потом она такая осталась. Собственно говоря, это для того, чтобы логировать информацию не только в текстовой файл при помощи там Siri Log или Log4Net, но и при помощи записи прямо в базу данных. То есть, я предпочитаю записывать им бизнес-процессы, бизнес-процессы, которые происходят в системе, в базу данных, чтобы, то есть, логирование происходит, чтобы менеджеры или там пользователи, администраторы могли видеть, что сущность была изменена там посредством выполнения какого-то бизнес-процесса. Собственно говоря, вот эта сущность для этого нужна и ее мы будем развивать. Сейчас посмотрю, есть ли у нас уже контроллер. Ну, контроллера нету, но, собственно говоря, можно даже будет с нее и начать. Сейчас пока давайте все-таки поговорим про каталог и про продукты. Итак, для начала давайте все-таки создадим сущность. Каталог тоже неплохо звучит. И сущность в продукт. Да, вот они, обе сущности созданы. Namespace я удаляю. Ну, к этим обычно говорят, не нужно удалять, не влияет. Ну, я удаляю только потому, что как бы для конечного билда, то есть, это никакого значения не имеет. Но, если у вас Namespace очень много в файле, то Visual Studio через свой IntelliSense начинает их все, как это сказать, фильтровать, сортировать, с ними работать, как-то кэшировать. Поэтому это занимает время. То есть, чем больше файлей Namespace, тем дольше с файлом предстоит Visual Studio работать. Поэтому я предпочитаю ненужный Namespace автоматически сразу удалять, что, собственно говоря, я проделал. Ну, это дело привычки. Вы же, собственно говоря, можете использовать то, что как вам удобнее. А, кстати, тем, кто говорит, что я часто говорю, собственно говоря, предлагая самостоятельно написать какое-то видео, мы посмотрим, какое у вас слово паразит вылезет наружу. Так, к слову, сущность каталог. Ну, я всегда пишу комментарии. Каталог. Нет, каталог. Нет, не правильно написал. Каталог для продуктов. Ну, тут нужно определить. Смотрите, у меня есть какие-то базовые сущности, которые позволяют там, так или иначе, какой-то функционал дополнительный добавить. Ну, естественно, я должен унаследоваться от Identity, потому что он им не имеет GUID. Но еще дополнительно, если я унаследуюсь от Auditable, то у меня появляются дополнительные свойства, которые я смогу потом использовать. Зачем мне это нужно? Ну, с точки зрения банальной эрудиции, мне нужно будет знать, когда... Вернее, по этим свойствам я смогу знать, когда и зачем, в смысле... Ну, вернее, когда и кто создал этот каталог. Я не буду наследоваться от каталога. Я наследуюсь от Identity. Вот. Таким образом у меня автоматически появилось свойство ID. Ну, о, мы все знаем. Так, дальше. Какие мне еще нужны свойства в этом каталоге? Что я с ним буду делать? Ну, думаю, для начала достаточно сделать парочку свойств, да, которые там будет называться... Ну, наверное, Name. Ну, я же хочу знать, какой там каталог, да. И потом, в дальнейшем, допустим, я захочу, чтобы у меня... Да нет, наверное... Ну, пусть будет еще какой-нибудь на всякий случай свойства. Пусть будет тоже стринг, и пусть он называется Description. Ну, в общем-то, и так понятно, да, что это у нас... Откаталог, а это у нас пусть будет Description for current... Ого! Каталог. Я пишу на английском языке комментарии, потому что это, наверное, в силу привычки... Ну, во-первых, если мы все по-русски, все подчеркнется, и некрасиво выйдет. В общем, смотрите, у нас создано вот два свойства в сущности каталог. Я думаю, что этого достаточно. Можно будет показать список каталогов, если навести на них будет показано описание этих каталогов. Поэтому пока вот с каталогом закончим, да. Теперь давайте для слова «продукт». Ну, вот тут я уже буду наследовать от Auditable. То есть я непосредственно хочу знать, когда был создан, тем может быть изменен продукт. Ну, собственно говоря, во сколько. И это даст как раз наследование от Auditable. Сейчас я тут напишу. Пусть будет продукт, будет продукт. Да, а все у нас там с песнями нормально. Ну, теперь нужно подумать, какие у продукта может быть свойства. Ну, первым делом, как известно, name, да, то есть у продукта обязательно название какое-то должно быть, по которому мы будем потом показывать его, отображать, собственно говоря, может быть, даже фильтровать и искать. Дальше. Что у нас может быть еще у продукта? У нас в продукта может быть, опять же, Description, правильно? Description? Нет, неправильно написано. Description. О. Ну, тоже понятно, что это нужно для того, чтобы можно было как-то мелко там в списке товаров отобразить его, да? Теперь, допустим, нам нужно свойства... Нам нужно свойства... Ну, я не знаю, давайте напишем. Крата. Нам уже нужно как-то товар привязать к каталогу. И, соответственно, так как у нас эта сущность привязана к классу, мы сделаем виртуальным, чтобы оно загружалось по принципу Lazy. Хотя, кстати, Lazy отлично по умолчанию. Firmware Core чего не скажешь, Firmware Core чего не скажешь, Firmware Core 6. Ну и раз у нас есть свойства навигации, нам как бы необходимо тогда сделать и ключевое поле, которое называется Каталог ID. В общем-то, эти два свойства мы потом создавать конфигурацию свяжем внутри между собой. То есть у нас каталог будет привязан к продукту. Вернее, продукт будет всегда привязан к каталогу. То есть в одном каталоге может быть много продуктов. Давайте здесь напишу комментарий. Вот. Ну и здесь, наверное, нужно просто написать, что это каталог. И что-то не границ. Так, ну что еще у нас может быть у продукта? Я думаю, что у продукта должна быть цена. Как вы думаете, вам знание? А, цена? Ну, пусть у нас там копейками играть, но пусть будет интовая, да? Ну, я думаю, что это будет... Вы, в принципе, можете создать какую хотите у вас цену. Price. Вот. А что еще у нас нужно быть в продукте? Ну, я не знаю. Наверное, какой-то, какой-то string, который какой-то, я не знаю. Ну, наверное... Хотя, может быть, наверное, хватит для начала. Главное понять, как, а потом зато получится делать миграции. Ну, хотя, что у нас еще? Ну, давай, пока больше ничего не будем. И это зато будет поводом, если вдруг что-то придется добавлять, дополнительно показать, как использоваться в миграции. Итак, существует у нас теперь каталог и продукты. И надо теперь конфигурировать, потому что если по умолчанию эти сущности втыкнуть, воткнуть в application DB контекст, то у них будет слово name, максимальная длина, слово... Ну, в общем, понятно, да, что entity framework поставить значение по умолчанию для всех параметров системы. Итак, давайте сейчас переключимся. Вот они, конфигурации. Я уже говорил, что у нас есть auditable и identity. Смотрите, это частный случай как раз... Ой, хороший случай показать, что каталог у нас это identity, продукты, auditable, и отлично. Давайте тогда создадим новую конфигурацию. Итак, здесь опять очередная договоренность. Я делаю обычно так называю, model configuration. В общем-то, это дает возможность очень быстро, например, model configuration. Смотрите, все сразу модель configuration здесь. Или, например, model configuration. model configuration, видите, вот все mapper configuration, user, это они как бы... Вообще особенно быстро. Model mapper configuration сразу все здесь. В общем, эта договоренность позволяет достаточно быстро ориентироваться в проекте. Собственно говоря, я вам предлагаю сделать то же самое. Но и для того, чтобы время не терять, давайте вот так вот скопируем. Описание. Оно везде одинаковое, за исключением того, entity model for. Давайте даже вот так сделаем. Мы можем сказать, что это у нас каталог. Вот. И у меня автоматически, когда появляется надпись, она будет подменяться, то есть именование сущности будет подменяться, если вдруг ее переименую. В общем, дальше. Раз у меня каталог, вот он каталог, он следует от идентики, то в данном, в моем фреймворке, я его должен следовать от IDN Титим. Так, тут есть такой model мапер мапер, вот model configuration сюда, соответственно, я подставляю каталог, ой, что нам не так сказало, модул каталог, ага, все понятно. Ну, в общем-то, вот почему naming convention очень важно, это как раз очень хороший пример сказать, что не так. смотрите, у меня есть свойство, у меня есть каталог сущность, и у меня название namespace включает каталог, видно, да? И из-за этого, ну, microsoft, конечно, хорошая штука, вот он начинает подставлять, чтобы мне каталог не совпадал namespace, в общем, предлагаю каталог переименовать в категории, а заодно проверим, как сработает переименование. я иду где у нас каталог, я пользуюсь решаптером, вот, поэтому мне достаточно просто будет категории переименовать все, все сущности. ну, собственно говоря, вот это вот сейчас и происходит. так, теперь давайте, да, посмотрим, у нас категория переименовалась, где-то, то есть, у нас есть, сейчас, один момент, один момент, смотрю, категории переименовался файл, давайте посмотрим референции все на нее, вот у меня модуль конфигурации, да, тут, а вот тут не переименовалась, ну, ладно, наверное, потому, что она все-таки думает, что это у нас сущность, и, собственно говоря, получается у нас вот такая вот штука, а, теперь, как бы, продолжим, да, как будто бы у нас изначально были категории, я, у нас, следовалось, адентировать крышу, меня просит решаптер сделать имплементации тех методов, которые внутри есть, я говорю, да, имплементирую, и здесь мы видим, прошу прощения, название таблицы, под которой это категория, я называю название таблицы, у меня будет в иске сервере категория, ну, а здесь, давайте посмотрим, что у нас есть в идентике, в идентике у нас по умолчанию создаются map на таблицу, ключевой айди, то есть, который, собственно, у нас есть, и он показывает, что он реквает, и дальше есть метод билдер, который мы вот здесь вот, как раз имплементируем, то есть у нас айди, точка айди, то есть свойство, не нужно конфигурировать, потому что она конфигурирована выше, но задачу не нужно законфигурировать, если так можно выразиться, остальные два свойства, айди уже готов думать, вот name, мы скажем, что name, это у нас небольшое поле, пусть она имеет длину 50 символов, ну, допустим, в реализации это будет свойство обязательно, ну, потому что не может у меня каталога без name, но это на самом деле как бы нереально, вот, description, ну, давайте его сделаем побольше размером, ну, пусть будет 1024 символа, не знаю, я всегда кратно как-то там ну, привычка дело страшное, вот, а реплайт я делать не буду, таким образом получается, что у меня создастся категория, теперь будем категория, каталог назвать категории, потому что у нас есть название слова каталог, поэтому будем поступать правильно, дальше давайте создадим такой же файл конфигурации для для непосредственно уже продукт продукт соответственно видео в единственном числе и дописываем configuration точка вот а как у меня продукт наследован от аудита волну соответственно мне нужно будет использовать аудит аудит для конфиг моду configuration base здесь соответственно добавляю собственно продукт вот она мне предлагает опять же имплементировать недостающие поля я всякие вот разные привычки удаляю здесь я сделаю копировать не люблю копипаст конечно но здесь уже как бы я это контролирую а контролируем копипасты это хорошо смотрите давайте посмотрим что здесь лежит у нас здесь есть опять же уже базовая имплементация то есть он у меня унаследован а то есть хэскей то есть показывать есть у меня ключ а также те свойства которые включены его уеда было created updated ну вот эти 84 они уже за 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 поставлены таким образом что они уже включены в конфигурацию и надо отметить ваше внимание обратите внимание что по умолчанию даты created by и updated by updated они поставляются в формате UTC если вот эти спецификации уберете ну то есть если вам не нужно UTC то собственно игра у вас будет раскладка по времени в вашей локальной среде я всегда ставлю UTC потому что на самом деле международные проекты ну в общем ладно не важно просто имейте ввиду что дата ставится в формате UTC и так у меня здесь уже есть таблица давайте сделаем название return так что это мне продакт особо изобретать не нужно пусть это будут таблица продакт дальше мне нужно сделать здесь дополнительные свойства законфигурировать но это делается общей таким вот образом у меня есть свойства ну опять же давайте вот они все 4 name и вот эти за документирован пусть будет тогда начнем с name name у меня также has максимум ну пусть будет продукта допустим ну 128 символов правильно из реклама обязательно потому что у меня не может быть продукта без названия дальше я снова description max реклама ну пусть будет там 2048 символов вы опять же можете решать я обязательность описания уберу дальше у меня есть свойства которое еще не задокументировано называется а вот прайс это уже не имеет длины но оно ну не знаю нужно ли выделать обязательным или нет давайте не будем его делать обязательным тем более того я сейчас пойду в сущности поставлю что мне здесь он ну бал ну в смысле здесь может значение нужно являться я не буду делать ну его 100 вам показать как можно обработать дальше внутри на юра или еще как нибудь его значение или там маппинги 8 поехали дальше так теперь у меня есть обязательный случай это каталог каталог а вот я не переименовала давайте переименуем на есть при помощи решаться профрам отсюда могут переименовать категории оди и вот да ну то есть у меня в любом случае всегда продукт в моей реализации должен быть привязан непосредственно категории окно и причем момент то есть у меня есть категория и я должен ее тоже обозначить что она мне есть это делается немножечко другим способом я задание билдера properties от х ван данная вот реализации данной конфигурации это говорит что у меня продукт тут сущность продукт имеет обязательно один категорий который может иметь много сейчас скажу а здесь ничего не оказывается который может быть и иметь несколько это здесь в данном варианте я создал связь от продукта до категории что же касается конфигурации категории то здесь я могу сделать немножко по-другому то есть пойти обратно я сейчас просто показываю вариант а я могу указать хэсмэн и не буду это я чуть поставлю вот и здесь могу указать ага а вот он и прикол я из-за того что создал достаточно неправильную конфигурацию да я не могу здесь ее задать я сейчас закомментирую перейду с категории в смысле в категории в сущность категории и теперь мне нужно создать свойства которое будет называться i collection ну вот так принято и здесь как у понимаете и здесь у меня что это такое это называется свойства навигации то есть когда я буду получать список категории который будет у меня ассоциироваться в главный то есть центральный с первичным входом в систему я могу ну ладно это неважно если будет интересно в общем в данном варианте я показываю что у меня у категории может быть несколько продуктов они все разные каждый продукт имеет свою категорию а а вот таким образом связь я могу настроить и из каталога и из продуктов в правильном варианте обычно это делается вот таким вот образом я говорю что у меня есть продукты и этого в принципе достаточно таким образом вот это вот конфигурация она теоретически не нужна то есть microsoft identity фреймворк автоматически настроить связи поэтому я вот это удалю то есть для более сложных связей иногда приходит до более сложных которые могут иметь разные зависимости иногда приходится указывать несколько вариантов или расширять дополнительными настройками в данном варианте у меня в принципе все готово я смотрю мы уже за время перепрыгнули поэтому я сейчас попробую компилировать и собственно говоря для этого мне нужно что делать мне нужно зайти в контекст это системные штуки также я здесь делаю такой же регион на здорово его как он пишет свой бизнес как пишется это бизнес антитес но имеется ввиду что бизнес бизнес логика здесь я должен написать db set а те горе мы теперь называем оп шучу а те го весом не подсказывает это хорошо и такой же штуку я должен создать для продуктов то есть у меня сущность отлично и она должна мне подсказать ну слава богу шарпер в этом смысле достаточно умная штука вот и раз у меня появилась такая в интерфейсе мне соответственно нужно их имплементировать уже в этом единственный миру минус что вот эта штука не вынесла все это где вот я это извините я это делаю чтобы потому что когда достаточно большой проект очень сложно искать очень сложно искать очень неправильно писал бизнес когда спешишь получается обычную фигню поэтому рекомендую вам не спешить давайте лишним вот таким образом сейчас если запущу систему у меня ну ничего хорошего не выйдет мне нужно создать миграцию для этого я вот этот вот package console manager найти его можно вот здесь tools package console manager вот он и теперь я должен писать миграцию ну для начала должен указать в каком проекте находится моя собственно база данных и теперь я пишу set migration если нажму табуляцию она мне подставит это миграция будет называться категории я рекомендую называть правильно ну потому что иногда по миграции можно очень много почитать даже по его названию что было добавлено или изменено или как изменилась база в общем я именно вот таким способом здесь собственно вы видите уже сгенерированный плод для миграции здесь так понятно что у нас появляется новая таблица категории появляются новые продукты здесь задаются таблицы здесь задаются фареньки то есть в смысле связи и на на down то есть если вдруг буду откатываться у меня таблица просто удаляется ну и теперь опять же секретный секрет я напишу здесь update database и база моя собственно должна обновиться здесь так и произошло так как давайте посмотрим куда куда эта база то у нас записалась название микросервис ну мне не нравится это название я вот хочу вам показать ну да точно вот микросервис а давайте я вам вот что покажу сейчас возьму вот эту базу и удалю бессозрение так сказать совесть теперь здесь напишу а лог лог дб очень так называется и теперь если я ну на смотерах они все изменения и сделаю теперь вот дэвид вы не поверите на база создастся абсолютно новое с абсолютно новым названием и с абсолютно опять же те же самыми сущностями которые были в той базе грубо говоря сам антифреймворк использует базу данных только как хранилище ничего больше это на самом деле в некоторых моментах да что в некоторых это всегда очень удобно потому что потому что потому что потому что вся бизнес логика находится на стороне си шарпа а значит покрывается тестами может быть записано в гид то есть отслеживается версионно но в общем то все то же самое что и сказал то есть подтвердить смысл а слово каталога база каталог появилась не пыль с таблицей вот было старые где-то тут вот логи вот все что связано с инфраструктурой вот эти вот все identity framework ой да идите фреймворк именно вот появились новая папка как называется база данных таблица появилась категория как я назвал папка products но собственно говоря логи которые были ну и профили которые были изначально я думаю на этом пора закончить это я сверну даже закроем я думаю пора закончить потому что уже что-то я далеко ускакал за 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 вперед и собственно говоря опять же хочу повториться ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал дальше будет еще интересней